Кул инна ни хаданий раббим Иля сиратим мустакимин Дина киямам Дина киямам Миллата Ибрахима Ханифам Ва макана минал мушриким Проект Салев Туба представляет Перед просмотром видео рекомендуем вам взять дуа Робби Зидни Ильман Господь мой, преумножь мои знания Продолжаем нашу лекцию по книге «Положение оставляющего молитву» Дошли до слов автора, где автор говорит Положение того, кто стучит в молитве То есть он читает быстро молитву И не совершает полноценно поясные и земные поклоны И передается от Абихуриди, да будет доволен им Аллах И вошел туда же какой-то человек И начал совершить молитву И после молитвы он подошел к пророку И поприветствовал пророка И сказал Вернись, молись, воистину ты не совершил молитву То есть вернись и соверши молитву Воистину ты не совершил молитву Он повторил это трижды И этот человек сказал Клянусь тем, кто отправил тебя с истинной Я не умею читать лучше этого Научи меня Каля и пророк сказал Когда ты встаешь на молитву Тщательно соверши омовение Затем обратись к кибле И признеси такбир И затем читай то, что сможешь из Курана А потом соверши поясной поклон Пока не успокоишься в нем А потом поднимайся Пока не выпрямишься А затем соверши земной поклон Пока не успокоишься в нем А потом поднимайся Пока не успокоишься сидя А потом соверши земной поклон Пока не успокоишься в нем «И делай так же в каждом ракайте своей молитвы». И бухари-муслим согласовались в достоверности этого хадиса. И этот человек, он не успокаивался ни в своих поясных, ни в земных поклонах. Он читал быстро свою молитву. И пророк, салалаллаху, повелел ему переделать ее, то есть молитву. Это является доказательством на то, что подобная молитва недействительна и не принимается Аллахом. Более того, пророк, салалаллаху, даже не назвал это молитвой. И так же передается от Абимасхуд Аль-Бадри, да будьте доволен им Аллах, то, что он сказал. Сказал посланник Аллаху, салаллаху, салаллаху, салаллента, И этот хадис является ясным текстом на то, что выпрямление спины после поясного поклона и между земными поклонами, а также неспешность в них, в земных и поясных поклонах, являются обязательными столбами молитвы, без которых молитва не действительна. И следующая тема – «Совершение молитвы с опозданием преднамеренно и клевание в молитве». Клевание в молитве – это быстрое чтение молитвы, и поэтому совершение молитвы с опозданием преднамеренно и клевание в молитве является одним из качеств лицемеров. Муслим передает от Алла ибн Абдирахмана, «Аннаху дахаля Алла Анас ибн Маликим в дарахи бил Басра». То, что он вошел домой, Анас ибн Маликим в Басре. «Хинансарафа минадзухари» После полуденной молитвы «Каля» И он рассказывает, «Когда мы вошли к нему, он сказал, «Ас-салейтуму л-асра» «А вы совершили после полуденную молитву». «Хинансарафа минадзухари» «Только что мы совершили полуденную молитву». То есть прошел час, как мы совершили полуденную молитву. «Каля» Он сказал, «Такаддаму фасалу л-асра» «Встаньте и совершите после полуденную молитву». «Мы стали и совершили после полуденную молитву». И когда мы закончили молитву, он сказал, «Я слышал, как посланник Аллаха говорил, «Только салату л-мунафик» это молитва литимера салатан, трижды повторяя это. «Яджлису ва ярку бушамса». Он сидит и смотрит на солнце. «Хатта иза канат байна карна шайтани». И когда же оно солнце оказывается между рогов шайтана. Он встает и быстро совершает четыре раката, поминая Аллаха в них лишь немного. «Вакаткал Аллаху Та'ала» И сказал Всевышний Аллах Субханаху Та'ала, «Инна л-мунафикина юхадируна Аллаха бахуа хадирухум». «Ва ида каму иля салати каму кусала, юрауна наса вала явкуруна Аллаха иля калила». Воистину, литимеры пытаются обмануть Аллаха, но это он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного. «Ва фи Сахих аль-Бухари ан Зейди ибн Вахбин» и передается в Сахих аль-Бухари от Зейди ибн Вахба то, что он сказал. «Раа Худейфа турра джулан лая тимур руку'а ва ласуджуда фа каля». Худейфа увидел человека, который полноценно не совершил ни поясные поклони, ни земные поклони, и сказал ему, «Если бы ты умер в таком состоянии, то умер бы не на той фитре, не на той природе, на которой Аллах создал Мухаммада». И посланник Аллаха салалаллаху шел того, кто ворует из молитвы, хуже того, кто ворует деньги или имущество. И в Муснаде передается хадис от Абикатада, то, что он сказал. «Сказал посланник Аллаха салаллаху али вассалам, «Асва у нас и садикатан аль-яды, если кумина салатихи». «Самый худший вор – это тот, кто ворует из своей молитвы». «Люди спросили, я, Расул Аллах, о посланник Аллаха, каким же образом он ворует из своей молитвы?» Он сказал «Ла ятиму руку'а ва ла сужудаха». Он полноценно не совершает ни поясные поклоны, ни земные поклоны. А у Каля и в другой версии сказал «Ла юкиму сульбаху фир руку'а ва сужуды». Он не выпрямляет спину в своих поясних и земных поклонах. И следующая тема «Укубату тарики салати фил ахира». Наказание за оставление молитвы в загробном мире. И достоверно передается от пророка салаллаху то, что он увидел во сне долгое видение. Среди них он упомянул то, что он, пророк, салаллаху, увидел человека, спящего на земле. И к нему подошел другой человек и ударил его по голове большим камнем, так что голова его раскололась. И затем этот человек ушел и вернулся с тем же камнем. «И когда он вернулся, он обнаружил, что голова лежащего была уже целой». Он снова ударил его по голове, и голова снова раскололась. «Ва хакава ядхабу ва яджи, ва яштагу расаху, ва ягуду расаху камакана». Так повторилось снова и снова. Он уходил и возвращался, и раскалывал ему голову, а она, то есть голова, снова становилась целой. «И посланник Аллаха спросил об этом, и ему было сказано, что этот спящий, это спящий от молитвы, это тот, кто проспал свою молитву». «Панзур кайфа якуну халу манама ани сала». «Посмотри же положение того, кто проспал свою молитву». «Ва ка сала анха, ва лам ят лукха мута аммидан мустакидан». Он пропускал ее, то есть молитву, поленье, не отрицая при этом ее обязательность. «Баль фил хадиси л-ахар» и в другом хадисе говорится «Анна раджу лан наама хата асбаха факаля набью салаллаху али васалам». Что пророк увидел человека, который проспал до утра и сказал пророк салаллаху али васалам «Залека раджу лумбала шайтану фи узунихи». Это тот, чо уха шайтан помочился. «Ва каджа аля бааду ахли л-льми хада аля маннама аля салати лейли». И некоторые ученые отнесли этот хадис к пропускающим ночную молитву. Некоторые ученые отнесли этот хадис к пропускающим ночную молитву. «Аля тихия мустахабба ва лейсат ваджиба», которая является желательной, а не обязательной. «Факай фахалю биманнама ани салат иль мактуба». Что же тогда говорить о том, кто пропускает обязательную молитву? Что же тогда говорить о том, кто пропускает обязательную молитву? «Иншаллах, здесь остановимся, субханакабаби хамдика, ашадалла илэнта, астагфирукабату билейка, ассаламу алейкум, рахматуллахи, ва баракатуху». Чтобы не пропускать новые видео, подписывайся на наш канал и нажимай колокольчик. А для тех, кто желает поддержать наш проект, пополнить свою копилку благими делами, оставляйте комментарии, делитесь нашими видео, зарабатывайте награду вместе с нами. Посланник Аллаха, дабы васовитого Аллаха приветствовать, сказал, «Указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его». Жазаикам Аллаху Харин. Субтитры создавал DimaTorzok